Доброго времени суток! Меня зовут Бурлов Артём, я председатель Союза Кинематографистов Республики Гурятия, член Союза Кинематографистов России. Уважаемые, дорогие земляки, обязательно приходите и голосуйте. Не важно там, в пятницу, в пятницу, в субботу, в воскресенье, три дня голосования. Когда вот у вас получится, приходите и голосуйте. Но главное, не голосуйте за Единую Россию. Голосуйте по своему убеждению, но не голосуйте за Единую Россию. А еще лучше придерживайтесь механизма умного голосования, который призывает всех граждан нашей страны избавиться от преступной власти Единой России. Мы проголосуем не по убеждениям, а согласно математическому алгоритму за одного кандидата и тем самым просто не оставим шансов для Единой России. Этот механизм был придуман Алексеем Навальным, который сейчас находится в колонии во Владимирской области, в Покрове. И находится там абсолютно ни за что. Абсолютно невиновный человек сейчас сидит за свои убеждения. Умное голосование должно сработать не в нашей республике в этом году, я уверен в этом. Еще хотелось бы обратиться к нам, ко всем землякам, жителям республики Бурятия. Доколе можно терпеть власть приезжих сюда в Орегу? Мы неужели не можем управлять собою, нашей республикой, нашими механизмами, институтами власти самостоятельно? Выходцы из республики Бурятия достаточно образованные, интеллектуально подкованные, эрудированные люди. Вполне наше общество, наше гражданское общество, наша нация, наша республика, она самодостаточна и может управлять сама, самостоятельно, используя свои кадровые ресурсы. Зачем нам присылают здесь каких-то менеджеров, технократов, а более того, еще и присылают политтехнологов, не местных, чтобы они проводили здесь грязные избирательные кампании, дискредитируя наших земляков, таких как Вячеслав Михайлович Мархаев, уважаемый во всем мире человек, дискредитируют наших оппозиционеров, Дмитрия Баирова, блогеры, постоянно пишут какие-то оскорбления. Это же все делают не местные, потому что местные, вот наши, да, земляки, они не способны на такое, у нас менталитет другой, нам проще встретиться и поговорить, задать вопросы, мы все так воспитаны, абсолютно все, Дмитрия, согласитесь? Вот так вот писать за глаза там, как будто чушь, да, оскорбление, ну не по-нашему, не по-бурятски. Это вот там, возможно, где-то это нормально, в порядке вещей, но у нас это не работает, не действует. Поэтому, друзья, давайте выгоним всех варягов отсюда, давайте сами наведем порядок здесь у нас на своей земле, в своем доме самостоятельно и сделаем так, чтобы другие регионы смотрели и брали пример с нас. И мы это вообще вполне можем все сделать, потому что, смотрите, выборы в Государственную Думу, самые скандальные, самые более-менее, которые вызывают какую-то конкурентоспособную борьбу, это в Бурятии. Протесты – это в Бурятии. Зарождение такого явления, как открытый микрофон, произошло в Бурятии. Бурятия – это прогрессивный в политическом движении регион, несмотря на то, что он является депрессивным, несмотря на то, что здесь дотационный он. Ну, это, естественно, по надуманным сверху, да, каким-то мнением. Мы-то знаем, что у нас республика самодостаточная, здесь все есть. То есть мы можем сами существовать, не платя и не отдавая в Москву никакие там миллиарды, да, и не прося у них ничего. Поэтому я придерживаюсь и Надежды Юрьевны Низовкиной мнения, что каждая нация достойна на самоопределение. Я также придерживаюсь мнения Натальи Ивановны, что в нашем парламенте должно быть много партий, как и в европейских парламентах, по 9-10 партий представлены. И нормально принимаются демократические решения, идет политическая дискуссия, бурлит жизнь какая-то. А здесь эти стартеры сидят в Госдуме на кнопках и жмут, и все, а мы тут страдаем из-за них. Они-то хорошую зарплату получают, им-то плевать на наше вообще чаяние. Поэтому надо выбрать народного, народного кандидата, и потом народ и будет спрашивать с этого народного кандидата. Обращаясь к Баиру Циренову, это вот на сегодняшний день самый реальный кандидат в Государственную Думу. И я думаю, что умное голосование будет поддерживать его, соответственно, и мы все будем голосовать за него. Уважаемый Баир, если вы станете депутатом Государственной Думы, вы не думайте, что вы там абстрагируетесь как-то от нас. Мы найдем вас везде и будем как народ спрашивать у народного депутата все, что он делает, какие он производит действия в Госдуме, чтобы нам жилось лучше. Ведь так, я думаю, что все согласятся со мной. Да, Баир сказал следующие слова, то, что я уже задал ему вопрос, Баир, ты встанешь депутатом, можем мы ли тебе заходить в любое время и задавать вопрос? Он сказал, да. Вот что народный, а сейчас вы пробуйте, зайдите, какому-нибудь. Ребята, баряги, которые сюда приехали, если вы вот это видео увидите, да, если я вас встречу в городе где-то вот так вот, где-то на улице, мы встретимся лицом к лицу, вы лучше убегайте, потому что с вами разговаривать по-хорошему я не буду лично. Мне хочется плюнуть вам в лицо всем, и я это сделаю, если встречу. Вот я на камеру всем говорю, если я встречу какого-нибудь приезжего сюда политтехнолога, я ему плюну в лицо. Ха, начни с этого, с Алексея Цеденова. Ха, 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 ха.